Всем большой привет! Меня зовут Ольга. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Рада вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео хочу рассказать о последних покупках компании Фаберлик по 9 каталогу. Вот этому. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Начну я с новинок 9 каталога. Это с карандашей с губной помады и с карандашей для глаз. Начнем с губной помады, так как она у меня сейчас на губах. И я вижу, что камера не передает всего насыщенного цвета, но на самом деле этот цвет, я бы назвала его цвет фуксии. У меня оттенок 4733. Вот такой вот стик. Помада в стике. Очень похожа на помаду Дебора Милана. Были у меня такие две штучки. И на самом деле, в тайне я надеялась, что она будет по качеству, по своим свойствам и по цвету примерно такая же, как моя любимая, по-моему, в первом или в третьем оттенке. Я не помню точно, но тоже там такой есть нейтральный натуральный оттенок. Но ожидания мои не оправдались. Помада оказалась совершенно другой, хоть и практически в одинаковом оформлении. У меня называется «Ягодный мусс». И если посмотреть на картинку в каталоге, вот он он. Вот. В принципе, в принципе, он по цвету, вот если вот так прикладывать, похож. Но при нанесении этой помады на мои губы, цвет получается яркой-яркой фуксии. Камера еще приглушает оттенок на самом деле. Это очень кремовая, очень мягкая помада, которая дает покрытие, закрашивает цвет ваших губ просто с первого нанесения, с одного слоя. И она похожа, я бы сказала, вот ее цвет, что она по своим свойствам, по нанесению похожа на помаду «Волнующая роскошь». То есть, такая же кремовая текстура, плотная и яркая. Цвет мне вот так вот, к сожалению, не подошел. Возможно, если бы цвет был немножко другой, помаду можно было бы спокойно носить. Но я такие оттенки, они для меня слишком яркие, особенно в повседневной жизни, вот так вот на улице. Поэтому я нашла для себя более-менее идеальное решение промокнуть салфеткой. Я, получается, сняла верхний слой помады, вот она у меня осталась на салфетке, сняла блеск и убрала интенсивность и насыщенность цвета. Помада стала матовой, похожа на помаду «Де Бармелана», матовая которая. И так еще более-менее она носибельна и не такая яркая. Если чуть-чуть добавить блеска, в принципе, ее можно носить. Помада не сушит губы, она достаточно стойкая, вот за счет вот этого эффекта. То есть, она немножко как бы въедается в губы, но не сильно въедается, оставляет цвет. Сказать, что я довольна, не могу сказать, потому что не этого я ожидала от этой помады, особенно не такого яркого цвета фуксии. Но кто любит такие цвета, в принципе, можно попробовать. Я люблю пробовать новинки и составлять свое мнение о продукте. Далее идут два продукта для глаз. Это тени в карандаше, в стике. Что нам говорит производитель? Два в одном подводка плюс тени, насыщенные оттенки, эффект сатина, не размазываются, не скатываются в складках вверх, не требуют заточки. Что правда, два в одном, да, это можно использовать как подводку, так и тени. Достаточно насыщенные оттенки при первом нанесении. Но вот не размазываются, не скатываются в складках вверх, с этим я могу поспорить, потому что сегодня конкретно я наносила эти тени у меня сегодня на глазах. Сейчас я вам поближе покажу оттенки. Я взяла два цвета, но они у меня скатались в складку. Через пару-тройку часов я на них сделала макияж, пошла гулять, пошла по делам гулять с ребенком. И через пару-тройку часов я посмотрела, приеда домой, и действительно обнаружила немножко, что тени скатались в складку. И пришлось там спонжиком, кисточкой, еще чем-то эту вот складку растушевывать. За счет этого растушевался цвет, и тени немножко, цвет потерял свою интенсивность, и в общем стал менее ярким, то есть поблек, я бы так сказала. Итак, какие у меня оттенки, я взяла 52-65, это бежевый шафран, он также выкручивается, то есть что мне понравилось, что не требует действительно заточки. Вот такой вот, я даже не знаю, как его назвать, коричнево-серый, действительно тени имеют сатиновый блеск, как видите. И что происходит при растушевке, сейчас вот я вам с краю попытаюсь растушевать. Здесь вот я растушевала к низу. В принципе, при растушевке они теряют свою интенсивность, вот, но вот конкретно этот цвет, еще достаточно хорошо смотрится и растушеванный, и насыщенный. Что не скажешь о темном цвете, который я взяла, я взяла 52-63, это у нас весенняя фиалка. Вот этот конкретно цвет, вот он в каталоге, и вот он в жизни. Вот он, как бы, отличается от каталога, но к этому мы уже все привыкли, кто покупает товары по каталогам. И вот такой вот он. Вот что у него? Такой вот темный, действительно темно-фиолетовый. Наносить его на все века, ну, не знаю, какой должен быть вечерний макияж. Я такими оттенками на все века не пользовалась. Теперь, что касается растушевки. Вот этот конкретно цвет, как мне кажется, растушевывается в грязь. Вот видите. Цвет теряет свою интенсивность. Вот этот перелив фиолетово-синий и становится каким-то грязным пятном. Если вот этот вот еще более-менее бежевый шафран еще и сатиновый блеск у него при растушевке остается, то вот здесь вот, ну, мне не нравится. Вот то, что я вижу, по крайней мере, даже на камеру. И то же самое на веках. Сегодня я использовала этот цвет в качестве подводки на верхнем и на нижнем чуть-чуть веке. Так, в принципе, неплохо он себя ведет. Но, опять-таки, сегодня я использовала эти тени на базу. Буду пробовать еще на чистая века, буду пробовать на припудренная, на тени. В общем, различные варианты смотреть, как сделать так, чтобы эти тени не скатывались, пока они у меня скатались. И пока я довольна вот только вот коричневым оттенком. Ну, как довольна, на четверку с минусом. Я бы ему поставила. Вот, в целом, больше из этих помад и теней я ничего покупать не буду. Новинками я довольна не очень. Не могу я вам их советовать. Если хотите попробовать и убедиться на своем опыте, возможно, у вас будет более положительный опыт, конечно, берите, покупайте. Но вот конкретно по себе я не могу сказать, что я в восторге и буду повторять покупки. Нет, этими буду пользоваться до конца. Не выкинуть. На мой взгляд, не совсем удачная новинка. Далее пойдем просто по порядку. Буду показывать вам, в принципе, все подряд, что я взяла. По акции, которая заканчивалась в прошлом каталоге, я взяла пудру матирующую, увлажняющую, волшебную вуаль в оттенке 6089. Не помню, как правильно называется цвет. Это достаточно светлый цвет. Вот так вот она вот. Как я уже говорила, люблю я пудровые продукты. Она не сатиновая. Это вот на камеру вроде как она блестит. Нет, она матовая. Люблю я пудровые продукты компании Фаберлик. Единственное, что продукты коллекция I2I пудры и вообще все остальные вот в этих баночках с толстой крышечкой, они очень быстро у меня, эти крышечки отламываются. Достаточно дешевая и плохая упаковка. А так пудра, в принципе, неплохая. Эта пудра мне также нравится. Это уже моя вторая из этой серии. Также у меня две антивозрастные, две I2I. В общем, у меня достаточно много уже было пудр от компании Фаберлик. Я ими довольна. Далее повторила я сушку для лака в капельках. В своем отзыве об этом продукте я говорила, что больше я вряд ли ее повторю, но использовав полный флакончик, я пришла к такому выводу, что она мне нравится, но с одним но. Я ее использую не совсем по прямому назначению. Я не сушу этой сушкой лак. То есть, верхнее покрытие у меня в маникюре остается Sally Hansen сушка. А это самая последняя, завершающая часть. Я капаю этим маслицем на ногти для того, чтобы увлажнить вот этим маслицем кутикулу. Мне понравилось ее использовать именно в таком варианте. И, возможно, это еще и ускоряет, конечно, может быть, сушку. Но я использую не для сушки, а именно для увлажнения кутикулы. В этом плане мне нравится. Но один момент я заметила вот в этом бутылечке, именно в оформлении, что когда заканчивается продукт и уже заканчивается вот практически на самом дне, куда уже не достает носик от пипетки, очень сложно набрать вот последние капли, там, миллилитры этого продукта в пипетку. Приходится там маневрировать, там выливать, переливать, еще что-то делать. Вот это вот не совсем удобно, хотя продукт там еще остается, его жалко выбрасывать, но вот пользоваться уже приходится всяко-разно. Далее взяла по акции два крема. Томат и базилик, гель для тела, стройный силуэт. Два по 99 они шли, вот такой вот он зелененький. Когда я видела отзыв, по-моему, у Марии видела отзыв, в котором она говорила, что открыв этот крем, поняла, что пользоваться им будет невозможно, потому что запах просто отвратительный. И я боялась, что действительно там будет какой-то отвратительный запах, но открыв, я не скажу, что запах потрясающий, но запах томата и базилика. Мне запах, не скажу, что понравился, но и не вызывает такого сильного отвращения. Пользоваться мне им понравилось. Я вот пользовалась утром-вечером. По эффекту, конечно же, еще ничего сказать не могу. Возможно, по окончании двух баночек что-то и будет заметно. Но пользоваться буду. Понравилась вот эта вот желейная текстура этого продукта. Далее повторила я увлажняющую маску с микроводорослями из серии Эксперт. Пробовала я уже однажды эту маску делать. Мне понравилось. Кожа действительно была увлажнена и напитана. И даже после использования этой маски мне не требовалось увлажняющий крем наносить на лицо. Мне было достаточно маски, поэтому я повторила. И как-нибудь еще раз ее сделаю. По акции или по распродаже, я уж точно не помню, я взяла для волос спрей увлажнения и разглаживания материи волос из серии Проэксперт. Ой, про волосы. Это обычный спрей. У него вот такой носик распылитель. Его не нужно смывать. Я люблю им пользоваться практически каждый день. Я вообще люблю такими продуктами пользоваться для волос, которые помогают расчесыванию, которые обновляют волосы между мытьем и сразу после мытья я им пользуюсь. И каждый день перед расчесыванием с утра также наношу на волосы. В принципе, неплохой спрей. Пока о каких-то вау-эффектах говорить рано. Совсем немножко им пользуюсь, но я люблю чем-то пшикать на волосы подобного плана. Далее повторила опять-таки, взялась и про запас две упаковки носочков. Носочки вот в таком цвете, бежевые. Очень мне они понравились. Очень мягкие, точнее не мягкие, шелковистые, тоненькие. Действительно цвет телесного цвета. Классные. Что еще можно о них сказать? Мне понравились. Взяла также по акции серии Янг за 79 рублей две пачки матирующих салфеток. На самом деле, я думала, что это будут сухие салфетки, как вот, ну, знаете, такие сухие, тоненькие-тоненькие салфеточки для лица, для снятия излишков кожного сала и мотирования лица. Но это оказались салфетки влажные. То есть обычные влажные салфетки для лица. И я попробовала уже ими воспользоваться. То есть там у меня влажные салфетки. Что могу сказать? Мне по части мотирования они ничего не сделали. То есть я протерла им лицо, они очистили мое лицо, то есть сняли слой тонального вот этого вот слоя пудр всяческих, которые были нанесены, там румяна и все остальное. Все это они очистили, почистили, но лицо просто стало чистым, как лицо без макияжа, совсем не матовым, с поблескиванием. Вот когда вы просто салфеткой вытеретесь, вот какое у вас лицо. Вот такой же эффект и от этих салфеток. Но так как сейчас лето и жарко, и хочется постоянно очищать свое лицо, поэтому в принципе они мне пригодятся. Я, конечно, ими воспользуюсь, буду пользоваться. Но по части матирующих салфеток это не совсем то, что нужно для мотирования. Ну вот, как-то так. Здесь 15 штук в упаковке. Далее, продолжая тему салфеток, взяла я влажные салфетки для интимной гигиены с экстрактом ромашки. Тоже были они со скидкой с какой-то там, по-моему, по 73 или 79 рублей. Ни разу ими не пользовалась, не брала, но вот сейчас решила взять, потому что лето, поездки, и также хочется, очень удобно брать с собой, чтобы где-нибудь освежиться, можно так сказать. Далее, также со скидкой по акции я взяла себе пасту Бриз Д'Амур для романтиков. Вот это вот их малиново-мятная паста. Раньше ее не брала ни разу, но сейчас попробовала. Мне понравился вкус такой малины, мяты, как вот жвачки. Я взяла у меня про запас 5 штук. Будут лежать, буду пользоваться, сурогодность позволяет еще очень далеко. И взяла также одну по купонам, другую там тоже по акции, две водички. Одна водичка вот в таком небольшом флакончике. Ой, не буду я коверкать название. Вот так вот называется. Не умею я описывать ароматы, но могу сказать то, что я заметила касательно ароматов Фаберлик. Да, наверное, не только Фаберлик. У Фаберлик есть как бы три варианта ароматов. Это пробнички маленькие, это вот такой вот флакончик, и это полноценная, скажем, версия в обычном полноценном флаконе. Так вот, я заметила такую тенденцию, что в пробнике и вот в такой версии, и в полноценной версии ароматы отличаются. То есть, вот аромат вот в такой версии и аромат в полноценной версии, они как будто бы два разных аромата. По крайней мере, мне так кажется, по ряду водичек, которые я уже покупала вот в таких вот маленьких флакончиках. Вот по части вот этот вот тоже я взяла, в принципе, в пробнике. Мне понравился аромат. Ну, вот здесь вот какой-то чересчур сладкий, чересчур он насыщенный для меня. Я не знаю, почему. Ну, вот какой-то тяжелый очень для меня запах. Не могу я пользоваться этой водичкой. Стоит, может быть, когда-нибудь, либо кому-нибудь подарю. И вторую водичку я взяла по купонам, которые мы получали в предыдущем каталоге. 50% скидки на аромат. Я взяла Донна Филичи. Такая коробочка. И такой вот матовый флакончик. Донна Филичи оранжевый. Такой, знаете, пряно-цитрусово-мятный. Не могу точно описать, не умею описывать. Но этот он мне понравился больше. Также я брала в пробнике. Но не могу сказать, что это мой аромат. И я буду им пользоваться постоянно. Возможно, иногда буду к нему прибегать. Не вызывает он у меня ни положительных каких-то очень ярких эмоций, но и как бы отрицательных отвращений тоже он не вызывает. Есть и есть. Возможно, иногда буду им пользоваться. пока на этом моменте, на этом этапе я больше аромата Фаберлик как-то меня не тянет покупать. Не очень удачные покупки, не считая там пары, тройки ароматов, которые у меня уже есть. Вот. Все, это были все покупки компании Фаберлик по девятому каталогу и немножечко с восьмого каталога с распродажи. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всем пока!